Встреча с Верховного Совета СССР Встреча с Верховного Совета СССР Александр Александрович Макамо Встреча с Верховным Советом СССР Во время бесед, проходивших в откровенной и дружественной атмосфере, бразильские парламентарии были подробно проинформированы о содержании и ходе реализации политических и экономических реформ, развитии процессов демократизации и гласности, законотворческой деятельности Верховного Совета СССР, избранного на альтернативной основе. Все законы и постановления готовятся и обсуждаются в комитетах и комиссиях, а затем утверждаются на Верховном Совете СССР. Принятые Верховным Советом СССР законы о земле, собственности, кооперации помогут советскому обществу в ускорении процесса перестройки. В этот же день делегацию принял член Политбюро ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета РСССР Виталий Иванович Воротников, который рассказал бразильским парламентариям о ходе подготовки к выборам в республиканские и местные советы, о повышении роли этих советов в решении ключевых проблем, стоящих перед нашим обществом. Стороны выразили удовлетворенность поступательным развитием советско-бразильских отношений. Была высказана уверенность в том, что дальнейшему их расширению послужат набирающие силу прямые дружественные связи между республиками СССР и штатами Бразилии. Красная площадь. Мавзолей Владимира Ильича Ленина. Парламентарии Федеративной Республики Бразилии почтили память основателя первого в мире советского государства. Священное место для каждого советского человека – могила неизвестного солдата у Кремлевской стены. Нет в нашей стране ни одной семьи, которая бы не потеряла в Великой Отечественной войне родных и близких. Более 20 миллионов жизней унесла у нас эта война. Мы строили, учились, любили, радовались жизни, но нас заставили взять в руки оружие. В 41-м году народ-труженик стал народом-солдатом. Не только за свободу своей родины сражались солдаты Великой Отечественной. Они спасли свободу и жизнь народов Европы от нацистского кошмара. Во время бесед в Министерстве иностранных дел и Министерстве внешних экономических связей шел разговор о том, что реальное продвижение по пути разоружения позволит высвободить дополнительные ресурсы на решение назревших экономических, социальных и экологических проблем. Была подчеркнута необходимость кардинальной перестройки международных экономических отношений в целях их установления на основе справедливости и равенства. Отмечена важность принятия конкретных мер в целях снижения уровня внешней задолженности развивающихся стран. Обе стороны согласились с тем, что нынешний уровень советско-бразильского торгово-экономического сотрудничества не соответствует возможностям двух стран и мог бы быть значительно выше. В Институте Латинской Америки Академии Наук СССР бразильские парламентарии познакомились с деятельностью этого известного научного центра. Затем состоялось представление книги Антонио Паеса да Андраде «Истории конституционных процессов в Бразилии». Директор Института, член-корреспондент Академии Наук СССР Виктор Вацлавович Вольский отметил, что исследование видного бразильского общественного деятеля представляет большой интерес для ученых и специалистов нашей страны. В поездке по стране парламентарию в Бразилии сопровождала депутат Верховного Совета СССР Гулрухсор Софиева. В ходе визита в нашу страну делегация Национального конгресса Бразилии побывала в столице Советской Украины, в городе-герое Киеве. Гости посетили Верховный Совет Украинской Советской Сатистической Республики. В ходе беседы с бразильскими парламентариями председатель Президиума Верховного Совета Украинской СССР Валентина Семеновна Шевченко ознакомила членов делегации с основными направлениями, осуществляемые в Республике реформа политической системы, преобразований в экономике. Было подчеркнуто, что эти процессы в значительной степени повлияли на деятельность органов народовластия. Не были обойдены вопросы экологии, прежде всего связанные с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Богатая и многообразная многовековая история Киева. Город пережил много светлых и трагических событий. Не раз он был разрушен, но снова поднимался из пепла и руин. Дань уважения героизму защитников города в годы Великой Отечественной войны «Венок к вечному огню». Киев был столицей Древней Руси и получил еще в отдаленные времена имя «Мать городов русских». Красота и величие Древнего Киева поражали современников. Они считали его соперником Рима и Константинополя. Древняя культура города, вобравшая в себя после принятия христианства лучшие византийские традиции, послужила основой, на которой в последующие века объединились культуры трех братских народов – русского, украинского и белорусского. Выдающиеся архитектурные памятники Киева заботливо охраняются государством. Во всей первозданной красоте предстает перед посетителями ансамбль Киево-Печерской лавры. Более тысячи лет назад была заложена первая на Руси каменная церковь Богородицы, которая, как и Софийский собор, входит сейчас в комплекс Киево-Печерской лавры. Бразильские парламентарии побывали в одном из колхозов Киевской области. Это хозяйство носит название «40 лет октября». Гости ознакомились с жизнью и бытом работников колхоза. Члены делегации побывали в детском саду «Грибочек». Продолжая поездку по стране, бразильские парламентарии прибыли в Ленинград, колыбель Великой Октябрьской социалистической революции. Ленинград и Рио-де-Жанейро – города-побратимы. Во время беседы в Ленсовете заместитель председателя исполкома Роговцев рассказал о социально-экономическом развитии города в условиях перестройки. В Ленинградском объединении электронного приборостроения «Светлана» гости ознакомились с образцами продукции этого предприятия. Побывали в заводском музее. Монумент героическим защитникам Ленинграда. 900 дней и ночей Ленинград находился в блокаде во время Второй мировой войны. Субтитры создавал DimaTorzok Пискаревское мемориальное кладбище. Здесь похоронены сотни тысяч жертв войны и блокады. Делегация Национального конгресса Бразилии возложила венок к вечному огню, отдав дань памяти героическим защитникам города. Субтитры создавал DimaTorzok Бразильские парламентарии побывали и в одном из крупнейших музеев мира в Ленинградском эрмитаже. Один из самых богатых разделов музея посвящен искусству Италии. Москва. В Кремле бразильских парламентариев принял первый заместитель председателя Верховного Совета СССР Анатолий Иванович Лукьянов. В ходе беседы, прошедшей в дружественной деловой атмосфере, товарищ Лукьянов ознакомил бразильских парламентариев с предпринимаемыми в СССР практическими шагами по коренному обновлению всех сторон жизни советского общества. Было подчеркнуто, что внешняя политика СССР стала той сферой жизнедеятельности советского государства, где революционный процесс перестройки материализуется в крупных, реально ощутимых положительных результатах. Парламентарии Советского Союза и Федеративной Республики Бразилии с удовлетворением констатировали совпадение позиций своих стран по большинству узловых проблем международной обстановки. Они были едины в оценке благотворного воздействия на нее, нового политического мышления, основой которого является признание приоритета общечеловеческих ценностей, что позволяет перейти к мирному периоду взаимопонимания между государствами, активизации совместного поиска, путей решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством. Во время многочисленных встреч и бесед, Бразильские парламентарии подчеркивали, что общественность Латинской Америки с большим интересом ожидает визитов стран и региона Михаила Сергеевича Горбачева. С большой теплотой вспоминали о том, как радушно приветствовал их Михаил Сергеевич во время заседания сессии Верховного Совета СССР. Народные депутаты СССР и депутаты Национального Конгресса Бразилии отметили принципиальную важность состоявшейся в Москве встречи между председателем Верховного Совета СССР Михаилом Сергеевичем Горбачевым и президентом Бразилии Фернандо Колором де Мелло в январе 1990 года. Эта встреча подтвердила взаимную готовность обеспечить позитивную преемственность в отношениях между двумя странами, всемерно содействовать углублению их политического диалога, дальнейшему расширению дружественных отношений, на основе принципов суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела друг друга. На заключительной пресс-конференции, посвященной итогам официального визита делегации Национального Конгресса Федеративной Республики Бразилии в нашу страну, перед советскими и иностранными журналистами Антонио Паэс де Андраде в частности сказал. Для нас большая честь находиться в Советском Союзе в это историческое время, когда в вашей стране происходят глубокие преобразования в политической, экономической и социальной сферах. Завершается наше пребывание в СССР. Мы считаем, что наш визит имеет без всякого сомнения большое значение для обеих сторон. Мы отмечаем, что в ходе состоявшихся встреч советские парламентарии проявили живой интерес к тому, что касается необходимости углубления УЗ Дружбы, укрепления связей в политической, экономической, финансовой и культурной областях между СССР и Бразилией. КОНЕЦ